здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня с нами талантливый фотограф человек который привык находиться по другую сторону камеры но сегодня мы его заманили к нам в кадр это игорь егоров привет игорь игорь егоров фотограф живет и работает во владивостоке прежде чем профессионально заняться фотографией испробовал несколько творческих специальностей художественная керамика телевизионная режиссура и монтаж еще во время учебы увлекся фотографией и с годами решил полностью посвятить себя этому делу сегодня профессиональные успехи игоря подтверждают как проекты разных жанров так и его победы международных фотоконкурсах не будем скрывать что мы с тобой давно знакомы и поэтому я имела возможность наблюдать некоторые твои шаги профессиональные но для наших зрителей расскажи пожалуйста как получилось таким образом что фотография стала главным делом твоей жизни потому что я знаю что ты через несколько этапов проходил и несколько творческих профессий успел освоить до фотография всегда было хобби все началось наверно еще в университете второй или третий курс попал в керамическую мастерскую лепили занимались интерьерами фасадами лепнина гипс керамика много было тогда тел именно тела лепили больше уже ближе к скульптуре но а камера была просто результаты работы снимали после всего развалилась и я попал но ты вы сначала выпускающий инженер потом монтажер потом дошло что и снимать стал оператор но фотоаппарат просто был как хобби как развлечение с недавнего времени стал и заработком еще можно ли говорить о какой-то специализации тебя как фотограф не знаю вряд ли но люди портреты предметка мне неинтересно пейзажи тоже не скучно с людьми интереснее слушая чем определяется вот склонность фотографа к тому или иному то есть пробовал ты все да я правильно конечно конечно человек это характер до всегда интересно просто фотографировать птичек зверушек не просто скучно ну и плюс до рисунок все-таки ушел уже фотография так или иначе это ретушь это обработка ну и какое-то вот творчество дает можно ли говорить что у тебя уже и выработался свой определенный почерк и свой стиль фотографии или все-таки ты стремишься к тому чтобы не уходить в одно русло а пробовать разное хочется пробовать разные но люди говорят что меня уже узнают по картинкам ну что авторство даже без подписи уже понятно кто делал но мне бы этого не хотелось хочется все-таки не узко шагать но вот ты говоришь съемка людей но мы же понимаем да что контекст может быть совершенно разный то есть свадьба это тоже съемка людей какая-то красивая студийная фотография портрет на это съемка людей вот что у тебя чаще и что любимая от свадеб я в основном отказываюсь но не мое это чтобы человека красиво снять его нужно не знаю полюбить да ты мой мой не или без говорила что надо до 125 секунды мы влюбляемся того кого снимаем со свадьбами но это обычно пьяные веселые гости толпа но мне не комфортно я просто мне проще с человеком когда есть контакт когда мы до больше студийной но лишь потому что есть своя студия даб наша погода к сожалению не всегда позволяет примеру прошлое лето дожди туманно у меня было по моему всего две поездки на природе съемки по этому студия хотя я бы не сказал что я люблю больше студии больше природы и там и там интересно студии ты создаешь да эту атмосферу на природе на улице на пленэре ты подстраиваешься по то что же есть ну просто немножко разные навыки интересно и то и другое глядя на твои фотографии создается впечатление что ты относишься к телу как к произведению искусства настолько с любовью показано допустим если это какие-то спортивные фигуры на атлетические фигуры или фигуры красивых девушек то есть это безусловно да мне нравится человеческое тело я люблю красивые тела и неважно мужчина женщина человек красив некрасивых на ранее даже там какой-то толстенький может быть приятным и интересным так сложилось да что больше приходит спортсменов танцоров мы видим у просто виде работы но считают что да да хотя ну это миф многие думают что я фотографирую только обнаженку дает больше к телам реально в прошлом году занял первое место по детской фотографии хотя здесь даже никто не знает что я фотографирую детей до звали в в европу по моему в австрию приглашали там тоже портреты и детские фотографии были там не было ни одной нажимой съемки поэтому это просто мифы и люди запоминают обнаженные даже проводил эксперимент каждую пятую фотку в инстаграме в ленте обнаженная между ними либо портреты любят там детишки птички собачки запоминают только обнаженку а вообще ты часто заявляешься на какие-то профессиональные конкурсы как ты считаешь является ли это критерием ну какого-то твоего профессионального роста я думаю нет все настолько субъективно и там сказать что я выиграл я там крут далеко не так там есть три года ты выигрывал же и международный до меня заставил товарищ поучаствовать сам я бы наверно постеснялся видеоработаю других людей но мне кажется не заслуженно там были поинтереснее я вообще не люблю с фотография на мне интересно пока я ее делаю как только она уже готова не нравится на можно сделать лучше всегда можно она есть ты процесс любишь больше чем результата процесс пока ты достигаешь ты к этому стремишься это интересно когда уже все сделано а ну а зачем она все она уже перестает быть она уже уходит в люди ведь там пускай живет своей жизнью саша это любишь наблюдать за реакцией своих моделей назовем их так когда они видят готовые снимки и наверняка многие из них ну и видеть себя на них намного более интересными привлекательными чем они думали о себе есть какой-то вау эффект я всегда боюсь этой реакции как бы чувствуешь ответственность люди тебе доверили да и нельзя показать их с некрасивой стороны и всегда отдавая фотографии либо показывать всегда вот такой вот дрожь и волнение очень очень переживает для меня наверное главный показатель когда я вижу на аватарках свои фотки значит человеку понравилось значит не стыдно показать а что касается вот продвижения в такой профессии как фотография раньше допустим фотограф как один из путей там стремились куда-то в глянец да больше сотрудничать может быть как-то со звездами пытаться наладить сотрудничество что сегодня у молодых способных фотографов является основным путем самопродвижения важно ли это для тебя или вот твой взгляд на все на это я наверное не смогу грамотно ответить на этот вопрос потому что никогда даже не задумывался у меня все получилось это было хобби люди просто говорили приходили знакомые знакомые знакомых и так вот она постепенно но больше сарафанное радио наверное какой-то целью там заявить о себе никогда не ставил никогда не было мне кажется если качественно делать свою работу так или иначе она она будет приносить какие-то либо деньги либо его признание людей просто просто стараться делать лучше делать качественнее если у тебя какие-то свои психологические приемы которые может быть ты интуитивно со временем почувствовал чтобы человек максимально раскрылся у тебя в кадре да я сам начинаю дурачиться если человек в кадре я всем говорю что мы должны себя чувствовать как перед зеркалом немножко покривляться немножко пококетничать и когда я не боюсь выглядеть глупо да там в глазах человека то и человек расслабляется он тоже открыт он свободен он не быть уж он сделать что-то не так кривляемся балуемся и вроде все получается естественно не люблю фотографии до которые вот выставлены поворот головы сюда ручку сюда ножку сюда иногда приходится когда люди ну совсем уже зажаты но обычно стараюсь заставлять двигаться человек должен прожить этот момент они пытаться показать то есть он внутри должно ощутить в этом плане на природе легче потому что всегда можно понюхать цветочек попинать там волны побегать по травке человек живой в студии тут сложнее все концентрируется на объекте съемки и бывает что люди до зажимаются туда приходится уже навязывать какие-то позировки какие-то мысли но опять-таки это первые полчаса может быть 40 минут потом человек входит в роль разыгрывается и в принципе естественный а для тебя есть разница работать с профессиональной моделью или с человеком который с улицы пришел чтобы сделать фото мне легче с улицы профессиональная модель она потому что ты любишь ловить эту живую эмоцию заточена уже все правая сторона рабочие не денег ни в коем случае не повернуть слева с живым человеком лучше он интересней он открытий модель она у нее уже маска и и натаскали маску это одевать как-то так ты вообще тот фотограф который всегда во все оружие условно твоя фотокамера всегда с тобой ты готов если вдруг что-то случайное красивое замечаешь если бы такое камеру с собой всегда таскаю но вот достать ее я частенько просто не успеваю не успевал как все это высунул и приняли все момент выпущен с телефоном наверно проще а вообще есть на памяти какие-то вот такие спонтанные фотосессии не знаю может быть где-то в пути где-то ну и что-то на природе видел и и бы и получался красивый результат так в голову не приходит на детишки наверное детишки лучше спонтанно лучше пускай бегают прыгают их ловить их не заставлять что-то что-либо делать детишками да так вот чтобы портрет такой спонтанный должны же не вспомнили наверно наверное не было инстаграм оказывает большое влияние на тебя ну я имею ввиду и влияние в том смысле что эта площадка для того чтобы показать себя и с другой стороны это как огромная библиотека где можно посмотреть да в какую сторону идут тенденции это вообще это все отслеживаешь да я туда тоже попал случайно несколько лет назад заставил товарищ активные товарищи ну да так получается что да вот ну сейчас да наверное процентов 50-70 заказов приходит оттуда причем не фейсбук не контакт так сильно не работают не знаю почему может только у меня но тут то есть получилось что это стал основной твой инструмент продвижения да 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 ну и также и идеи до что-то сохранил что так что-то просто в голове отложилось потом вылазит и контент да ну начинаешь думать что показывать вроде как ответственность уже а быть чего уже не выкинешь но и А вот ты уже упоминал Энни Лейбовиц, а еще какие-то известные фотографы есть, за которыми, может быть, ты следишь или их старые работы периодически? Я их, наверное, не назову. Но тем не менее ты смотришь, да, каких-то своих коллег? Конечно, конечно. И, наверное, больше зарубежных. Все-таки они впереди нас идут. Мы очень сильно отстаем. Даже если брать ту же ретушку, как у нас, не знаю, лет 5 назад или там 3 года назад было принято, да, вылизывать вообще максимально все вылизанное. Там та же Европа, они уже давно ушли от этого. Я смотрю, и растяжки, и прыщи, и все остается, даже волоски мелкие не удаляют. Наоборот, для них важно, что это, естественно, что человек неповторим, такого второго нет. А вылизаны вот эти манекены, ну, они уже скучные. Но у нас перестраивается потихоньку наша индустрия? Да, очень медленно. Да, идут, ну, даже сам, как сказать, модель, да, человек в кадре, заказчик. Они хотят, они просят больше ретуши, они хотят, видимо, не восприятие себя, максимально перерисовать, максимально убить индивидуальность и сделать стадом. Ну, как-то вот так. То есть хотят совершенствоваться, но и теряют индивидуальность, да? Индивидуальность, да, они ее боятся. Не знаю, почему, но так уж сложилось. Все хотят, да, глянца. Все хотят быть похожими на кого-то, быть одинаковыми. Если вспоминать твои осуществленные проекты, ты можешь назвать какой-то, который стал для тебя таким наибольшим вызовом? Может быть, это было трудно осуществить, но когда было сделано, было приятное чувство, что здорово получилось. Этой зимой у меня стояла задача отснять календарь за 2 часа. Да ладно? Да, это был календарь автопокрышек грузовых, они отказались ехать в студию, девочки должны были быть полуобнаженные. Мы снимали в боксе на морозе, все справились и реализовали все за 2 часа, 20 картинок. Причем их нужно было еще придумать, они должны быть какие-то осмысленные, не просто девочки с колесами. Ну, получилось, это было трудно, холодно, но справились, да. Ты вот чувствуешь, что фотография – это твоя ниша, нет у тебя ощущения, что, допустим, через несколько лет ты можешь перейти и заняться каким-то другим видом, либо искусство, либо, в принципе, творчество? Да, фотография, наверное, моя. Я очень долго к этому шел, было много профессий, но фотоаппарат был рядом, и я сейчас очень рад, что он дает возможности заработать, что это не только баловство, как это было раньше. Да, наверное, да, я чувствую себя фотографом. Это самое главное. Спасибо большое, что ты к нам заглянул в гости. И вам спасибо, что пригласили. Успехов тебе. Спасибо.